Ребят много, все хотят попробовать, поэтому просто делаем пятна, а потом мы это все соединим уже в более плавные линии. Яркие мазки, краска из баллончика. Все просто. С этим справится даже школьник. А если их много, то в считанные минуты серый пешеходный переход превращается в объект уличного искусства. Вместо просто какого-то разукрашенного всякими рисунками, все. Теперь стало красиво выглядеть. И мне очень понравилось разукрашивать мост. Пешеходный переход вначале очистили от надписи, обезжирили, чтобы краска хорошо легла на поверхность. Потом сделали основной рисунок. А дальше под руководством граффитиста Тимура Абдулаева расписали все яркими пятнами. Будет вся вот эта нижняя часть, она более яркая. Мы стараемся максимально старые надписи закрасить, чтобы чуть-чуть облагородить. Школа находится в считанных метрах от федеральной трассы. И несмотря на наличие надземного пешеходного перехода, школьники все же перебегают дорогу. Поэтому в начале учебного года детям еще раз напоминают о безопасности. Это связано в первую очередь с тем, что мы, к сожалению, в этом году потеряли 11 детских жизней. Семь в качестве пассажиров. Три в качестве водителей транспортных средств. И один ребенок у нас погиб на пешеходном переходе. Обратить внимание детей и их родителей на более серьезную проблему в этот раз решили и таким творческим способом. Может, сработает теория разбитых окон, и любителей нелегального стрит-арта станет тоже меньше. Самая такая болевая точка с точки зрения безопасности дорожного движения. Но надеюсь, что это будет тоже хорошая тенденция делать такие достаточно суровые конструкции в виде надземных пешеходных переходов, еще и арт-объектами. Для ребят также провели урок безопасности. Инспекторы ГАИ в игровой форме научили разбираться в знаках и напомнили о правилах дорожного движения. Венера Каримова, Сергей Олейник, 31 канал.